Всех с днём рождения! На обзоре сегодня одна из топовых наград марафона, предтоповая акционка Модерна. Название, конечно, такое, будто современный танк, но на деле это скорее шоу двухтысячных с Нагиевым. Да-да, я сказал именно акционка, поэтому готовьтесь из грязи, то есть токовых кумулей, в такие себе князи, это в смысле в бобсы. Тут, кстати, топовый бобс называется Тапна. Ну и такие себе князи как раз-таки из-за него. Урон, дай бог, через раз, а так готовьтесь выбивать одного-двух членов экипажа и отлетать в ангар. Так как ситуации, чтобы я танчил вот этой вот бронёй, было очень мало. Всякие лоу-бобсы от колёсников, может и можно танкануть, но это на секундочку БР-10-0. И людей, которые без спроса нарушат твоё личное пространство своими длинными и твёрдыми снарядами, найдётся много. Внешность у танка красивая, весь такой обвешенный всякими тубусами, полотенцесушителями и даже с танками БМП-2. Ага, одна из фишек танка это 2А42 приколхоженная на борт башне, не рассказывал? Согласен, это не так интересно, как брызговик от фуры сзади танка. Ладно, ну да, автопушка, чтобы забирать в борта толпы. Да, конечно же нет, бронебойную ленту ведь не дали. Самое неприятное это увы на этой самой автопушке, ведь вниз наклонять нельзя только прямо и наверх. Ну а насчёт урона я бы не сказал, что она много раз спасала мне жизнь. Подвижность и комфортабельность данной Т-72 такая же, как и у всех других советских предтопов. Всё медленное, неповоротливое и неудобное. Вот этот вот задний ход, когда ты даже не сразу понимаешь на месте, ты стоишь или всё-таки назад едешь, скорость приводов и прочее. А, ну, теплак зато хороший и качественный. Короче, я сомневаться стал, что задорого уйдёт купон на эту Т-72, ну и, как обычно, снимаю с себя всю ответственность фразой выфармливать только на свой страх и риск. Красивый танк в коллекцию это лишь одна из причин. Но не премиумный медленный 10-0 за советов, это скорее фетиш, о котором стыдно рассказывать друзьям. Ждём вторую новинку марафона и подписываемся на все соцсети из описания, а то там в третий раз хотят ютуб заблокировать. Субтитры сделал DimaTorzok